На этой летучей ноте очень хочется объявить окончание концерта, я хочу просто оставить вас наедине с прекрасным, с прекрасным, да, наконец-то, что-то делай, постепоничное лицо делай. Не могу, да дай это, сегодня будут две премьеры песни, на самом деле, знаете, я как подгадал, тебе пора говорить, пожалуйста, рабочие сцены Вадим еще, да. Кстати, был забавный случай, мы однажды приехали с Вадиком и с Валерой в Свердловск, и оказалось, в Екатеринбловск, да, оказалось, что дворец культуры, в котором мы должны были выступать, закрыт на ортопедический ремонт, нифига не видно, ну, конечно, вот, и нас определили выступать в Свердловский цирк, да, вернее очки сцены. Мы зашли в цирк, естественно, с заднего кирельца, афиша перед цирком была гениальная, было написано 16.00, дрессированные гамадрилы с Мадагаскара, 19.00, барды из Москвы. Я сразу сказал, что забыли, кстати, слово дрессированные, значит, плохо управляемые, кусучие. Когда зашли в цирк и вдохнули один раз, выдохнули на следующий день в Москве, потому что рядом жили слоны. О слонах, кстати, расскажет Евгений Николаевич Быков 24 числа, у нас будет здесь вечер авторской болотки 2. Мы будем баить то, что мы видели, то, что происходило с нами, и Евгений Николаевич, он как-то укрощал слонов. Ну, это все 24-го, да, кто придет, хорошо, кто не уйдет сегодня отсюда, доживите здесь до 24-го. Ну, вот, и значит, ну, это не самое главное, мы зашли, и доска объявлений, на ней приказы, приказы, там, Скотника Сидорова за связь с гамадрилом Машей и Олей, там, разные приказы. И после этого перечня очень хороших, значит, слов, вот это истина. Директор Свердловского цирка живодеров. То есть, вот, вы помните, Лавренев, да, Мичман Курочкин застрелился, к нему командиром Кураедова назначили. Ну, так и здесь было, понимаете? То есть, я понял, что звери в этом цирке обречены на недолгую, но очень бурную и яркую жизнь. Точно так и произошло, когда мы не выдыхаем, потому что... И все, запах Африки застрял, мы вышли на сцену, а арена, и как? И Валера работал по центру, и я кричал налево, локтик направо. Друг друга мы не слышали и не видели, может, оно и к счастью. Не знаю. Но поскольку сегодня все-таки... Все-таки преддверие... Вот и старый проводили, вот и новый наступил. На любимую мозоль, да, так, чтобы рост не тусил, Разрывается на части телевизор нецветной. Тот, кто выпил, будет счастлив, тот, кто выпил, будет счастлив, Тот, кто выпил, будет счастлив, кто не выпил, тот больной. Бо больной, або подлюка, або тому, как жизнь одна. Это такая городская штука, хошь, хошь, обрешь до дна. Кто зальет ее шампански, а кто брошкой своей, Замадила тифчик шпанский, замадила тифчик шпанский, Замадила тифчик шпанский, сердцу будет веселей. Телевизор, телегелия говорит, Тянут ей лапы книзу, новогодний шар залит, Спит варьет и ежик бритый, видит радостные сны. А со старым все макриты, а со старым все макриты, А со старым все макриты, перед новым все равны. А вот и старые проводили, а вот и на уровень наступили, А вот черт проводили, а кто-то, что-то вот наступил. Да, о, старый я седой, какие здесь обмороки шарят. Последняя фраза, она потрясла меня до глубины души. Это брат Евгения Николаевича Быкова, Который служил срочным где-то в морском стройбаке на Дальнем Востоке. Через три года человек вернулся на Урал, приехал в Москву, И где-то в августе в подземном переходе на Тверской он увидел небесных созданий в мини-юбках. Вот представляете, матрос так встал и сказал эту гениальную фразу. Старый, я седой, какие здесь обмороки шарят. Я, как старый лингвист, до сих пор пытаюсь расшифровать эту фразу. Кроме эмоций, ну ничего в голову не лезет. Ну так вот нарочно не придумаешь, да. Кстати, нарочно не придумаешь. Вот сейчас 2012-й уже, да, а в 2000-м году я был обречен смотреть программу ОРТ целых 10 дней. Ни к ночи будет помену Владимира Борщенко и Жириновский. Кстати, набрал ли он 2 миллиона? Да, 2 миллиона. Подпись. Не-не-не, в этот раз подпись. Только подпись, да. Я очень тревожен за него. Вот. И он 12 лет назад сказал, что россияне должны отдыхать. И россияне отдыхали. Но 12 лет назад нормальный человек с 30-го по 3-е рассчитал свои силы, количество. Солота Оливье, корыцы. Ну 3-го-то все и закончилось. А еще, оказывается, неделю надо было что-то есть, пить, жить. А главное, смотреть. Ну и вот тогда написалась такая песня. Да, как раз тогда еще, тогдашний министр здравоохранения Зураков отменил льготы для паушек. Это потрясло нас. А в Новый год страна смотрела телевизор. Одни и те же хистеляшки из Ады. Одни и те же мастера прикольной шизы. Хиты, понты и ощущения беды. Из века в век, из года в год перелетали. Все те же лица, все те же звезды под фанеру не в попад. И в Новый год сидели люди и гадали. Когда ж начнется долгожданный звездопад? Деды вздыхали в телевизор. Вот где бабки! Не то, что наши нет ни денег и ни льгот. И наступив в который раз на те же грабки Страна смотрела телевизор в Новый год. А там девчонка залетела, как хотела. Парнишка с грудью, мол, все будет хорошо. Страна дурела, отрывалась и балдела. Из-под стола кричал экран, давай, девчонка. И там давай сразу всех и сразу многим. Кумиры прыгали с канала на канал. Все те же песни, те же шутки для убогих. Безумный, вечный, бесконечный сериал. И вечный шлягер, и покой нам только снится. Куда ни плюнь, звезда звездою говорит. Все те же маски, непохожие на лица. Десятидневный метод гиперсуперхит. Но деньги кончились, экраны опустили. И мертвый город пьяно спит и видит сны. В мозгах бушуют бред, похмельные метели. Намереваясь не кончаться, дали цены. Но кто ж так просто клиентуру отпускает? Но кто ж из этих цепких лап куда уйдет? И телевизоры экраны зажигают. Страна вставай. Страна вставай. Страна вставай. Мы повторяем новый год. А вот теперь скажите мне, что изменилось за эти 12 лет? Ну, девчонку с грудью, мальчонку с грудью стали показывать чуть меньше. Вон там лаша тумба и раша бунба и сказал неловко. Фикция не тащит. Это же не правда. Перекрыли кислород, жалей, и миллиардера стал миллионером гривен. Думали, да? Ну что, а ничего не изменилось. Когда я смотрю, что телевизор думает, что страна только и ждет, чтобы понять, почему у Филиппа с Аллой не получилось. Или почему у Аллы получилось с Максимом. И следующий, почему, естественно, две логические посылки, почему не получилось у Филиппа с Максимом. Это надо ожидать этого. Раз, два, три. Я не знаю. Уже пошли и дискуссии по этому. А песня, которую я так и не спел перед Новым годом, но все-таки я сейчас хочу вспомнить, воскресить старое, это когда один раз в жизни, ну, я так радуюсь, что не каждому, наверное, это оно. Я один раз в жизни был в шкуре Дедушки Мороза, причем, как я понимаю, в свежесодранной шкуре. Кровь еще не успела загустеть, поэтому шуба-то и красная. Я тогда работал в газете «Вечерняя Казань», я жил в Казани, я жил долго, счастливо, можете поверить. Я работал в газете «Вечерняя Казань», и однажды, работая в газете «Вечерняя Казань», пришли люди из соседнего казанского молодежного центра, они ходили к нам обедать, зашли ко мне в отдел, посмотрели на меня и сказали, «Ты толстый». Я сказал, «Открыли Америку, ель». Они так еще посмотрели, как-то, знаете, нормально. Говорят, вот у нас будет две елки для детей сотрудников казанского молодежного центра, нам нужен Дед Мороз, дешевый Дед Мороз, как я им помню. То есть, это бесплатный Дед Мороз, который в результате оказался бездаржным, я не скрываю этого. Почему-то я хитро сразу сказал, валенки должны быть с калошами. Я не знал еще, что, к чему, но я попросил калоши. Они сказали, «Да не вопрос». В назначенное время я пришел в казанский молодежный центр, в фойе стояла елка, богато наряженная, детей было человек 12, родителей было раза в три больше, почему-то. Видно, пришли все, которые, как говорится, не подозревали о своем отцовстве. Но тем не менее. И я-то думал, да, мне дали плисовый синий халат, мне дали бороду, усы, помадой намазали нос, шапка, кудри, валенки с калошами, и посох вымазанный синей гуашью, который доставлял следы на всем живом и неживом. Посох был, как карандаш самоделки. И я думал, что я говорю, что детишки, здравствуйте, и дети там записывают от восторга, и праздник пойдет по течению совершенно непредсказуемого. Я вышел, сказал, здравствуйте, детишки. Здравствуйте, иди в поворот, сказали, 12 обреченных на вечность детей. Я сказал, поздравляю вас с Новым годом. А-а-а, сказали дети. А дальше я понял, что говорить не о чем. Но это ладно, самое страшное, говорить не о чем. Я начал судорожно лапать себя по местам, где должны быть карманы у этой шубы, карманы не было, потому что там и риски лежат. И я начал глубокомысленно помахивать этим пусухом, гуашек летало в разные стороны, я говорил, дети, э-э-э. Я пошел вокруг елки. Когда восьмой раз я проходил, дети, вы еще здесь, типа. Тут уже напряглись родители, как-то они поняли, что не по сценарию прошло. Потом я зашел за елкой и решил не выходить. Мол, уйдут. Минут пять прошло, семь. Я выглянул, сидят. И пока я выходил из за елки, мне в голову пришла мысль, я вдруг стал говорить, здравствуйте, дети, они, как-то здоровались уже. Я говорю, а как вы думаете, а почему у нас нет снегурочки? О-о-о, это вопрос вопросов был. Дети задумались, я говорю, вы знаете, она к нам шла, но волк серый, я ее в подъезде притиснул, начал лапать, мазать там все, снегурочки. Я говорю, да сейчас, дети, пойдем, волку лапки оторвем, голову разобьем, хвост оторвем, нафиг. Он же такой, там ребенок что ли? Закройте уши, это страшно, я из-за этого и сказания уехал. Дети просто, они как-то так не поняли, они как-то... Ну, вроде тоже сказочный персонаж, серенький волчишка, да? А тут такая кровавая баня, значит. Родители напряглись, и я довольный тем, что я отработал первую елку. Я сказал, а сейчас все вниз, внизу, в углу. Я это точно знал, в углу за 3,50 подальки. Это стоило 3,50. Ооо, ребенок-то не один. Там написано, дядя Леня, не рушьте сказку. Ну, я дальше... Значит, это вторая елка была, через полчаса. Я вышел в спортзал, который с дверью соприкасался с этим фойе, где стояла елка. Я сел на лавку, и я честно вам говорю, ни слова лживо, что я рассказываю. Я уснул. Была очень сильная энергопотеря. Ну, просто погрузился. Значит, я проснулся от удара, бегали вокруг госпиталисты, юный, и человек, что мороз пьяный. А я с посолком, представляете, это вы чудил, и... Ты крабинный. Я говорю, нет, дети, Девушка Мороза очень устала, только что из-за плоти, пешком в Казахстан. Опять, значит, второе пробуждение было страшным. Такая женская шпилька, лодочка вошла в ребро, и даже плисовый жилет не спас. Методист Казанского молодежного центра стоял надо мной, и злобно говорит, что ты спишь, дети охрипли, тебя выкликают. И я услышал, знаете, так краем букли, что Дедушка Мороз, и есть, там раз в десятый уже кричали, дети бедные. И я, значит, ну как же, детей нельзя обманывать. Это я писал, что домой. И я помахиваю этой палкой, значит, я выскочил. Потом мне рассказывали, что во сне борода сбила из капла. Усы, правда, остались на месте, но помада расплылась. И представляете, такое вот окровобленное, бородато-усатое чудовище, чурье такое выскочило, и говорит, здравствуйте, дам-дам-дам! И дети, вот человек в общем было, слава Богу. То есть инурезы было всего 7 случаев. Родители напрыгали сразу. Родители, по-моему, остались те же, которые были до этого. Они знали, на кто же. И я, значит, уже сразу сказал, почему нет снегурочки? Серый волк, там и ётро, ба-бах, мы сейчас серый волк. Вот, и всё. А и ушёл за ёлку всё. Это заняло секунд 20. Я стоял за ёлкой, думал, сразу убьют. Сначала снимут реквизит. Дедушка, снимите колоши, потом валенки, а потом а-а-а-а. Потом заиграла, знаете, тогда были, это, Йоника. Органола Йоника. Тогда были очень модные. И вот кто-то заиграл. И какая-то сволочь в микрофон сказала, а сейчас танец Дедушки Мороза. Это мы мутались с Дедушкой Морозом. Я же не Дедушкой Морозом. У меня же страшная фуга, вот видите. Оказывается, я был Дедушка Морозом. Меня вытащили за руку, и я пошёл танцевать. Я танцевал с криками. Мать вашего, не договаривались так. Я думал, ай-а-а-а. Потом я решил пойти в присядку. Я присел и упал сразу. Я нашёл область. Я вытянул два коленца, и это были оба свои. И я так сижу, а пыль, поскольку натоптали предыдущие тумоны, и пыль такая, знаете, в лучах прожекторов, там-то-там, та-да-дам, та-да-да-да. А я сижу такой, и глаза детей, я не забуду их, не говорю. Я говорю, дети, внизу за три пятьдесят. И дети с рёвом, знаете, так, а-а-а-а, полезница. И чёрт меня дёрнул, вот я до сих пор запомню, я не могу простить себе, я вслед им крикнул, я вам сегодня приснюсь. Зачем я это сказал? Я так и не понял. Вот к вою присоединились родители. Они уже стали оберегать телами детей. И одна женщина в рейнергарде так она отступала, как на это змейкой уходила, так глядя на меня. Она говорит, ох, как скучно-то! И я так, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. А я сижу такой, с посохом с этим. Я говорю, да не скучно, женщина, это страшно. После этого я сложил варежки, снял варежки с колошек, шапку, отдал этим работникам Казанского молодёжного центра, и принужден был уехать из города Казань. А всю пору проживаю в городе Москве. Здесь ещё ни разу Дедом Морозом не был. Но песню написала. Что вы понимаете, почему я уехал и стал к ним в своё время? И сколько детей писается до психора. О-о-о, не продавайте, милая селена. В общем, дети, там дедушка с ёлки упал, его забрали в психушку, а теперь он выступает в книжке в двух аренах. Так, и немедленно выпилил. Завершая тему Нового Года, всё-таки я вспомнил Новый Год, который был пару лет назад. И сегодня я спою песню в том виде, в котором она написалась, так да. Пел я её немножечко по-другому, а сегодня я спою её так, как написалось, так да. Потому что погода была та же самая, что и сейчас. На декабрьском местовом, лакированной дождями, пьяный дедушка мороз, с проходившимся мешком, красный нос, конечно, свой. А в мешках, что под глазами, есть местечко, где для слёз убегающих тайком. Ветер времени суров, он не знает сострадания, он швыряет колки снег на побитой море юблис. И в нелучшем из миров на задворках мироздания одинокий человек, согреваясь, бьёт напис Непонятные дома Непонятная погода Распишащие назад Старомодные часы Вот такая вот зима Непонятная погода Непонятная погода В душу норових Залезть Выпивает Дед Мороз Потому как нет подальга Потерялись из мешка Стыд и совесть Ум и честь Вот такая вот Зима В задворках мироздания Нескончаемый закат Очень средние полосы Равнодушные дома Где исчезло сострадание И спешат, спешат, спешат Все спешат назад часы И спешат, спешат, спешат Все спешат, спешат А вот сейчас кого бы хотелось Поздравить с Новым Годом Я тут написал себе Минут Ну, во-первых Всех вас это нескольцем А Есть некоторые персоналии Которых хотелось Чуть-чуть Гитар потише Вот в подсумочке Ладно? Есть один человек Он живет на другом краю света В феврале 17 февраля Этому человеку будет Очередная дата Это Пэрис Хилтон Обожаю Владимиру в шоколаде Ну, здравствуй, дорогая Пэрис Хилтон Пишу тебе из города Москва У нас тут есть отец С названием Хилтон У нас была гостиница Москва Меня зовут Степанова Тамара Учусь я третий год В девятом бы Конечно, Пэрис Мы с тобой не пар Поскольку группу Я люблю Любовь Левшеглов И Володя Шарапова Ах, Пэрис, Пэрис, Пэрис Ты супер, ты улет Ты жгучая, как перец Ты сладкая, как мед Ты вкусная, как херес Без запущих бортов Ах, Пэрис, Пэрис, Пэрис Девчоночья мечта Мне нравится, что где-то по приколам Летишь над миром ты во всей красе Мы тут плеснули спирта в кепсикол Ты не поверишь Улетели в щит Я пергидролем выкрасила волос Я в профиль просто ты Не встать, не в сеть мог А голос Ну что сказать тебе про голос Вообще-то у меня-то голос есть Слушай Девчеглов И Володя Шарапова Ах, Пэрис, Пэрис, Пэрис Ты супер, ты улет Ты жгучая, как перец Холодная, как лёд Ты вкусная, как херес Ты сладкая, чем бортов Ах, Пэрис, Пэрис, Пэрис А зламурная мечта Я Ксению Собчак в упор не вижу Ни по кустам, ни даже целиком Она тебя, конечно же, пожиже Хоть нос и зубы тоже силикон А мне пока что химии не надо А я во сне живу, как наяву И да вы к нам на северный За МКАДом Ты вздохла сразу А вот я живу И Греб Шереклов И Володя Шарапова Ах, Пэрис, Пэрис, Пэрис Ты супер, ты улет Ты жгучая, как перец Ты сладкая, как мёд Ты вкусная, как херес Ты запах, чем бортов Ах, Пэрис, Пэрис, Пэрис Российская мечта Атас, 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 Атас Естественно, я хотел бы поздравить с этим наступающим старым Новым годом Валерочкой Мищука Пожелать ему здоровья Дай Бог ему всего-всего-всего Значит, стих посвящения Валерию Мищуку И песня на его мелодию Шена прилетела Нет, шена прилетела Это когда Откуда шена взялась Когда Виктор Семенович Герковский Царственное небесное Рассказал в Америке концерт И он поет Гренаду В Америке С заднего ряда поднимается Рыжий, ражий, щирый, хухол И говорит Виктор Семенович, шеневечер Так что шемуха не прилетала Вы эти, да, имя можно хлопать Не только участников концерта Я живу в огромном мире В однокомнатной квартире Шесть умножить на четыре Вот и весь ее метраж Я живу и в усне дую Я прекрасно существую И ни капли не рискую Взятым быть на абордаж Слева Слева Знойное соседство Справа Старенькое детство Посредине Самоедство Аж до третьих Петухов Серебрид рассвет Окошко Где же бродит эта кошка Не бывает по наружку Отпущения грехов В тишине звенящей молча Я листы бумаги порчу Кто ж наводит эту порчу Что мешает тихо Жи и тихо топить по дорожке Где же бродит эта кошка Забежала бы на немножко Было б с кем поговорить На стене листы бумаги Словно сдавшиеся флаги А на них обломком шпаги Грифель от карандаша Слово места не находит Кто мои рукой уводит Где же кошка эта бродит Врежь на глаза и буша Тень скользнула по паркету Переломан лучик света Как хорошая примета Дождь ударился в окно В однокомнатной вселенной С теплой грелкой на колену Мы мурлычим вдохновенно И что будет? Все равно Циферблат с будораженным ежиком Начал время гонять По углам Малосольный огурчик Скукоженный Аккуратно делю пополам Ну поехали Зеркало в трещину За конец календарного дня Да за ту Незабытую женщину Что совсем потеряла меня Ну поехали Зеркало в трещину За конец календарного дня Я бродил по дорогам придуманным Выбирая пути Но ругал И гитара с потертыми струнами Не давала вернуться назад И летелась, и пелась, и мучила Душу равна несчастных шести И казалось Что самое лучшее За ближайшим изгибом пути И казалось мне Крест свой несущему Что не кончится этот полет Ну а та Ожиданием живущая Все простит И, конечно, поймет Время ежик Клубочком Свернувшийся Укатило по лестнице вниз И сижу Еще не вернувшийся Но уже Не поющий На бис Где-то ждет Незабытая женщина И на ниточке Крутит кольцо То ли зеркан Слишком уж встречен То ли просто Площин Лицо А нет никого Совершенно случайно Кто бы родился Вообще тринадцатый шестой Ну или четырех Есть? Есть! Тогда для вас премьера песни Вот как знал, а? Первый раз ее исполняю Как вас зовут? Ирочка У! Жена и дочка Ира Да Ирина, значит, родная Сколько же вам вспомнилась Сколько ж вам вспомнилась Милый друг Что сегодня вспомнилась Как-то вдруг Вот бокал напомнился Коечем Коечем Кто сегодня вспомнился И зачем Из-за того, что вы живете Из-за дня до полымя Столько лет Вы живете вовремя Или нет У кого не спрашивают Все земные А во что окрашены Ваши сны Дни рождения Страдные Праздники В них живут Обманные Сквозняки Вроде только минуло Двадцать лет Думал и сгинуло Нет Да нет Ни к чему А в прошлому Слезы есть Лучше по-хорошему Нынче жить Наливаем рюмочки Пополоней Закрываем форточки По полотене Как это вдруг Днем рождения Аплодисменты 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 Продолжение следует...